Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре. Культ просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вновь в эфире программа Культ просвет и опять же из студии Радио Болтком. И я думаю, что мы продолжим сегодня нашу беседу о ситуации, в которой мы живем уже более года, о ситуации пандемии, о том, какое она оказывает влияние на различные сферы деятельности нашего общества, на наше эмоциональное состояние, а также на то, как мы функционируем, как мы можем общаться как общество, как общество, в котором есть разные люди, разные взгляды, разные группы, разные верования и, допустим, разные представления о том, что значит быть вместе. Напомню, что уже много лет подряд мы вместе с вами пытаемся найти общее пространство в Латвии. Пространство не только географическое или, допустим, в пределах какого-то конкретного города, но и общее пространство в переносном смысле, когда мы пытаемся понять, как мы можем существовать вместе, несмотря на наши различия. К тому же различия, по идее, не должны быть препятствием к тому, чтобы мы могли все-таки найти общий язык, если мы желаем того. Поэтому постепенно наш шестой или, может быть, даже уже седьмой сезон подходит к концу. Время бежит очень быстро. Но сегодня, я думаю, мы поговорим о теме, которая всколыхнула наше общество в конце апреля и все еще для многих является шоком, необъяснимым шоком. После трагедии в Тукумсе в конце апреля, после ужасной смерти молодого гея от ожогов, многие в Латвии задумались, как это могло произойти в современном цивилизованном обществе. А действительно ли мы цивилизованное общество? И что это означает? А насколько мы цивилизованы? Почему преступления на почве ненависти, в том числе и гомофобии, происходят в латвийском обществе? Надо сказать, что и политики, к сожалению, полиция, во многом стараются до сих пор банализировать это преступление. И мы видим выступления и министров, и представителей различных ведомств, где речь идет скорее о том, что человека довели до самоубийства. Но почти нигде не звучит слово гомофобия, преступления против представителей ЛГБТ-общины. Это видно и в политических выступлениях, это видно и в выступлениях всевозможных представителей администрации и разных структур правопорядка. К сожалению, получается так, что и политическая элита, и религиозные лидеры избегают слова гомофобия, боятся его, и тем самым распространяют язык ненависти, язык вражды, потому что, по сути дела, ограничивают, я бы сказал, интеллектуальный, эмоциональный горизонт людей, с которыми они общаются. Мы говорили, скажем, в течение последних нескольких передач о том, какое влияние на нас оказывает изменение последнего года. Я думаю, что в какой-то степени увеличение преступлений на почве ненависти и насилия, это, конечно же, связано во многом и с эмоциональным давлением на наше общество. Сегодняшнюю нашу беседу предварит некоторая интрига. Надо сказать, что после трагедии в Тукумсе в Фейсбуке мне написал некто, с кем я не был до сих пор знаком, и после нашего короткого разговора о ужасе этой трагедии, о ужасе для всех для нас, потому что погиб человек, я понял, что гость наш не может более молчать о том, что происходит в латвийском обществе, и ему необходимо высказаться и о гомофобии, и в том числе и о других болезнях, которыми страдает современное латвийское общество. Страдаем мы все, вне зависимости от этнического и культурного происхождения. Но надо сказать, что здесь я хотел бы заострить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на несколько необычной форме нашего общения. Речь не идет о зуме, о технических аспектах. Речь идет о том, что гость наш является, по сути дела, представителем, условно говоря, большинства нашего общества. Это человек, который успешен в своей области, это отец четырех детей, это человек, который, несмотря на стереотипы и страхи многих людей в этом обществе, помогает и принимает беженцев. Мы можем назвать нашего сегодняшнего гостя общественным активистом. В гостях у нас Мартинч Безайс. Я бы сказал, что, мне кажется, наиболее четкое описание нашего гостя следующее. Это человек, которому не все равно, что происходит в латвийском обществе. Мартинч, добрый день, здравствуйте. Вы слышите меня? Слышу, да. Да, благодарю за то, что нашли сегодня время и эмоциональные силы встретиться с нами. Напомню также, что наши радиослушатели – неотъемлемая часть наших бесед. Каждый раз, когда мы начинаем эфир, мы ждем ваших вопросов, ваших комментариев и реакций. Напомню также, что если речь идет о таких, условно говоря, общественно актуальных и острых темах, мы прежде всего считаем, что общение наше должно уважать любое мнение, любую группу и взгляды, и нет места ни в эфире, ни здесь в студии языку вражды и ненависти. Пожалуйста, звоните нам, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы по телефону прямого эфира. 6721-2939 и 6721-3939. Также номер для WhatsApp и SMS 2061-91. Итак, Мартинч, еще раз здравствуйте. Я думаю, что мы построим нашу беседу сегодня в форме двух частей. Я думаю, что начнем мы с того, что стало основой для нашего с вами знакомства, для короткой переписки в Фейсбуке несколько недель назад. И тогда мы узнали о том, что и вам, и мне не все равно, что происходит в этом обществе, и решили встретиться. Скажите, пожалуйста, какова прежде всего ваша, какова ваша реакция на то, что произошло в Тукумсе? Может быть, первая реакция, и что сейчас происходит у вас в вашем сознании, пометуя о том, что о этой трагедии всего несколько недель? Ну, наверное, о моей реакции две недели назад было говорить намного легче, чем о моей реакции сегодня. Потому что две недели назад это было свежо, две недели назад это было как бы еще не обросше политкорректными вещами. То, что произошло в Тукумсе, конечно же, мы можем спорить, это гомофобия или нет, но в принципе это вещь, которая уничтожила инакомыслящего или инакосложенного человека, что подразумевает в моем понятии и в моих представлениях, что на самом-то деле при некоторых обстоятельствах возможно даже нету... Неважно. По каким признакам ты отличаешься от кого-либо другого? И в любом случае тебя кто-то может возомнить, что он имеет право тебя либо уничтожить, либо как-то тебя физически... Воздействовать за детям. И это, по-моему, это самая как бы яркая вещь, которая видна стала в Тукумсе, но думаю, что большинству людей не секрет, что это на самом-то деле не единственный и не первый и, к сожалению, не последний случай такой. Прозвучит ли он так громко или нет, это уже, по-моему, вторичного сорта вопрос. Сегодня же, в свою очередь, очень как бы неоднозначно говорить о всем этом деле, потому что для меня, как для человека, который наблюдает за этими процессами тщательно и довольно широко, я бы сказал, широко я подразумеваю не только в Латвии и не только по каким-то одним признакам, мне было уже, откровенно говоря, ясно две недели назад, что хорошего конца в этом не будет и не будет во многих отношениях. Во-первых, конечно, весьма жаль и мои соболезнования погибшим, пострадавшим, их родственникам, друзьям, коллегам, но не будет хорошего конца. И, я думаю, в сознании, скажем так, элитного слоя общества, под этим я подразумеваю культурную часть общества. Во-первых, я имею в виду культурных наших флагманов, так сказать, я считаю, что каждый человек более или менее культурный, но я имею в виду именно тех, на которых общество смотрит, как на лидеров в отношении просветления. И уже не говоря о хорошем конце в плане расследования этого преступления, не говоря уже о хорошем конце в политическом аспекте, о котором я вообще, ну, как бы, говорить не слишком желаю на данный момент по понятным соображениям. Понимаю вас. Спасибо большое за, скажем, некоторое эмоциональное введение в нашу беседу. Я понимаю, что вы критически настроены не только к самому процессу расследования, иными словами, я полагаю, что у вас нет веры в том, что будет констатировано на основе тех же свидетельствами жертв о том, что это все-таки было преступление, которое было мотивировано гомофобным отношением к паре или конкретному человеку погибшему. Но понятно, что жизнь человека очень хрупкая, и этот молодой человек, который мог еще долгое время жить и быть полезным обществу, и быть просто счастливым вместе со своим другом, погиб. Он ушел из жизни. И я хотел скорее обратиться к вам с вопросом, почему вы считаете, что та самая культурная элита, которую традиционно, может быть, не знаю, может быть, мы действительно испорчены в какой-то степени некоторой идеализацией, условно говоря, интеллигенции на протяжении последних ста лет, к тому же еще в так называемой, условно говоря, русской и советской традиции. Но считалось и считается, мне кажется, и в латвийском обществе, что, например, конец 80-х годов прошлого столетия интеллигенция была совестью латышской нации. И так же, как это было и в период диссидентства в Советском Союзе, это люди, которые рисковали своей безопасностью, стабильностью и даже жизнью, потому что режимы могли расправиться очень быстро и жестоко с инакомыслящими. Я знаю по нашим предварительным рассказам, что вы сами участвовали и на баррикадах, вы были среди тех, кому было важно вернуть обратно независимость страны, очередную годовщину, которую мы отметили буквально недавно, 4-го числа, к счастью, из-за пандемии без обычного, скажем, помпезного фона и пафосных речей. Но как вам кажется, почему совесть это молчит? Почему, например, с того момента, когда был заживо сожжен этот молодой человек, не было ни одной крупной акции протеста, не было какого-то коллективного письма интеллектуалов, условно говоря, начиная с сотрудников оперы, балета, национального театра, допустим, художников и так далее, которые сказали бы нет гомофобии, прочь язык ненависти сейма и так далее, и так далее. Почему все прошло так, что это, по сути дела, если мы говорим, это немножко, может быть, цинично, это был такой медийный всплеск, люди ужаснулись и моментально забыли об этом? Как вы объясните это? У меня нет разъяснения, я действительно этого не понимаю, потому что об этом говорили более-менее полицейские, об этом немножко поговорили политики, в том числе из ниоткуда появившийся экс-генерал полиции Лейл Юкс, который молчал годами и вдруг заговорил, непонятно, почему молчит наша культурная элита. И тут я должен сказать, что я абсолютно в пространстве латышском, в латвийской медиа, в медиа пространстве Латвии, я не могу сказать, что может русскоязычный или, скажем, в той сфере кто-то что-то и сказал, но я не слышал, может быть, но в латвийской действительно все молчали. И что примечательно, когда надо было два года назад избирать президента, то очень многие наши люди из области культуры, которых я действительно высоко ценю, нашли возможность говорить. Я не оцениваю, каким образом, но они нашли эту возможность. В данной ситуации они эту возможность не нашли. И это меня поражает страшно, потому что мое глубокое убеждение в том, что именно и я бы даже сказал единственно культура есть та сфера, которая поднимает общество. И не секрет, что как в Латвии, так и в России, так и в других странах, насколько мне известно, всякого рода оранжевые революции, назовем их так, они начинались именно из культурных истоков. и, конечно, правящей элите невыгодно это, поскольку культурный человек это свободный человек, свободный человек это неподчиняемый человек. Марлевич, у нас есть один звонок в студию, был, а вот вернулся, давайте попробуем пригласить к дискуссии наших радиослушателей. Пожалуйста, добрый день, вы в эфире. Прошу вас. Алло. Скажите, пожалуйста, я хотел бы такой момент задавать вам. Сейчас выключу радио. Вопрос идет, вы сейчас говорите о гомофобии и прочих других вопросах. Зачем нам навязывать эти все-таки непонятные штампы, которые к нам как бы к нормальным людям не относятся? О каких штампах вы говорите? Но это перебор, а? О каких штампах вы говорите? Ну это перебор, понимаете? Что такое перебор? Объясните. Перебор мужик с мужиком. Вы мне объясните? Так, спасибо, мы договорились, что мы взаимно уважаем разнообразие, в том числе и сексуальное. Если вы пытаетесь сейчас распространять стереотипы, мы, к сожалению, не будем, к счастью, не будем распространять это. Странные, странные стереотипы. Вы поймите нормальным языком, что ничего я никого не обзываю, ничего не унижаю, а просто вопрос задаю. Это может быть перебор, что брат заимел сестру или еще кого-то. Вы смешиваете это с инцестом, и, к сожалению, я вынужден вас отключить, именно потому, что это распространение стереотипов по отношению к различным сексуальным меньшинствам, сравнивая их с, скажем, с противоестественными тенденциями. И вот, Мартинч, вы только что слышали от нашего радиослушателя интересную иллюстрацию тезиса о том, во-первых, что присутствует в сознаниях людей, а с другой стороны, то, что присутствует, нельзя игнорировать, и мы сейчас увидели, скажем, попытку радиослушателя с одной стороны задать вопрос, с другой стороны и распространить свои собственные, мне кажется, представления, которые стереотипичны, и поэтому мы сегодня и прервали это. И напоминаю, уважаемые радиослушатели, свобода мнения очень важна для нас здесь в студии тоже, но нам важно также, чтобы вы сохраняли уважение к различным сексуальным группам, этническим, религиозным группам и так далее, и не распространяли в эфире язык вражды, и не демонизировали, и не криминализировали различные меньшинства. Хорошо, Мартин, скажите, пожалуйста, возвращаясь к вашему конкретному случаю, в принципе, я могу сказать, что с одной стороны я был действительно приятно удивлен тому, что вы, как представитель того самого условного, может быть, классического большинства в нашем обществе, вы решили заговорить о темах, которые, если мы опять говорим немножко упрощенно, вас лично или вашу семью не касается, вы гетеросексуальный человек, у вас большая семья и так далее, то есть, казалось бы, если мы опять, может быть, говорим в некоторых упрощенных формах, для чего вам это, зачем вам необходимо думать и участвовать в судьбах и в темах, которые связаны с меньшинственными группами, ведь все хорошо, стабильно, понятно, ясно, на вашей стороне, условно говоря, правда, почему вы решили говорить об этом? Наверное, даже в некотором смысле комментируя звонок, который мы получили в студии, и отвечая на ваш вопрос, я позволю себе вольность процитировать некую русскую актрису, Фаину Григорьевну Раневскую, которая якобы говорила в одном из собраний театрального коллектива ее, что же это за государство, в котором человек не свободен распорядиться своим соответствующей частью тела? И в том, я думаю, и большая суть этого, потому что это самое, что не есть низкое и простое самый низкий и простой вид, как поделить людей на правильных или неправильных, на наших и других и так далее. По-моему, во-первых, скажем, я никогда бы не сказал, что это меня никаким образом не касается. Почему? Потому что у меня дети растут, и я не знаю, как они будут жить и каковы они, тем более, я не знаю ничего про своих внуков и, скажем, про своих родственников я говорить не буду. и даже если среди никого, и даже если я, предположим, не буду знать по своей жизни никого, который будет отличаться от меня по как раз признаку ниже пояса, то, по-моему, это как бы не основа делить людей на правильных и неправильных. Потому что, скажем, если я предпочитаю, скажем, хоровую музыку, и мой сын с удовольствием слушает хип-хоп, ну, это как бы не основа мне сказать, что он что-то делает неправильно. Мы поговорили в первой части нашей дискуссии как раз о теме гомофобии и о том, насколько, к сожалению, пассивно к этой теме относится наша культурная элита и политики. Я думаю, что во второй части беседы мы могли бы распространить как бы, или, может быть, расширить формат нашей дискуссии, потому что, в принципе, гомофобия является лишь одной из форм ксенофобии как таковой, или, переводя на русский язык, боязни другого, инакового. И она может принимать различные формы, в том числе антисемитизм и насилие, и вербальное насилие, допустим, против женщин, и, допустим, какие-то религиозные мотивы, и прочее, прочее. Иными словами, человечество полно, к сожалению, полно ненависти к другому. В то же время мы хорошо знаем, что есть возможность преодолеть это и на индивидуальном уровне, и на уровне общества, попытаться узнать другого, принять другого, потому что, ведь мы же тоже для кого-то когда-то можем быть другими. Маттенч, скажите, пожалуйста, как вы, в общем, анализируя состояние латвийского общества, какой диагноз на данный момент вы могли бы нам сформулировать? Каковы основные наши заболевания, проблемы? Что особенно тяжело? Ну, я, хоть и изучал медицин, но я точно не доктор, и тем более диагнозов ставить ну, как бы не намерен. Уж куда обществу как таковому, потому что, ну, скажем, меня сам термин общества это нечто очень расплывчатое и очень, ну, как бы инертная масса получается. Ну, я думаю, что, как бы, по моему мнению как раз то, что мы, скажем, тут мы можем посмотреть с такой точки зрения, что у нас самое приоритетное, скажем, и тут, как бы, подойти к различиям между, скажем так, восточной и западной культурой, опять-таки различия не принимая как что-то антагоническое, а может даже наоборот что-то взаимно дополняющее. Да, и мы никому не секрет, что восточная культура как бы более смотрит на благо общества как приоритет перед благом индивидуума. в свою очередь западная культура, которой по крайней мере я чувствую свою как бы принадлежность больше, она как бы возвышает индивидуальность. Я думаю, что это как бы в своем таком не слишком позитивном изъявлении и приводит к тому, что нам важно наш огород до забора и дальше нас ничего не интересует. Пока в моем огороде все хорошо, значит, ну, все и прекрасно на самом-то деле. Но иногда это не так, потому что по моему глубокому убеждению, если мы скажем, смотрим, как бьют, условно говоря, бьют нашего соседа, и пока нас не бьют, мы молчим, то рано или поздно к нам придут. И придут не обязательно с палкой, может, со словом, может, еще с чем-нибудь, но придут. И поэтому я думаю, что мы очень мало отстаиваем наши интересы, которые интересы общие на данный момент или могут быть и стать таковыми в некотором горизонте времени. И как раз в том и все заключается. Почему мы иногда и промалкиваем там, где этого не стоит делать. Иными словами, я понимаю, что вы говорите об отсутствии солидарности в латвийском обществе или о низком уровне солидарности. Вряд ли она отсутствует вполне. А как вам кажется, если мы попытаемся все-таки взглянуть, хорошо, мы сейчас констатировали низкий уровень солидарности различных групп, большинства с меньшинственными группами, но на самом деле это, к сожалению, присутствует и в среде меньшинственных групп. Иными словами, я думаю, что, например, если мы говорим о проблематичной ситуации тех же неграждан или о том, что, допустим, этнические меньшинства считают себя, особенно в политическом дискурсе, группами, которым не достает каких-то аспектов их равноправия, то, по идее, нужно было бы солидаризироваться, например, с общиной ЛГБТ, потому что, ну, это как бы группы, которые подвержены в довольно слабой латвийской демократии, подвержены риску маргинализации. Почему солидарность столь сложна, медлительна и столь низкий уровень? Мы можем искать какие-то исторические объяснения, или же это нечто, это продукт последних десятилетий? Ну, продукт, я думаю, он стар, как мир, потому что, скажем, правящий мир всего уже давно знают Скалд и Ван Валды, то бишь... Разделяй властвуй. Я, в принципе, это очень просто, просто удобно, в краткосрочном понимании слова, очень просто, удобно, ясно, понятно, как бы, не задавая лишних вопросов, вот оно белое, вот оно черное, те хорошие, те плохие, и прекрасные, и живем негодуем. Почему медикам дать, повысить зарплату, я, как, мы будем отнимать у полицейских? Нет, не будем, значит, а и медикам ничего не надо. Но это очень просто и понятно. Если говорить о том, что, скажем, как мы относимся к меньшинству, по-моему, это, как бы, индикатор уровня сознания человека или общества, скажем, если я не уверен в своих ценностях и в себе, то я и не смогу принять и болеть за ценности некой группы меньшинства. И, ну, как бы, я буду бороться за свои, в которых я не слишком уверен, очевидно. В свою очередь, из обратного, если я уверен в себе, я могу помочь другому, будь то, скажем, от меня, как от латыша, будь то русский или еврей все равно, или будь то, скажем, уверенный коммунист, или будь то исламоисповедующий и так далее. Ну, как бы, в том вся суть, что, по-моему, это, как бы, во-первых, изъявляется как бы слабость самого себя. Давайте примем еще один звонок. Пожалуйста, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я как человек верующий, я против этих радужных сообществ, но меня вот взволновало еще другое, мне тоже взволновало, удивило. Я вчера шла по улице, на тротуаре стоят парни с девушкой, целуются, мне пришлось их обходить по газону, но ведь есть какие-то рамки приличия, правила поведения, им никто не делает никаких замечаний. Иногда чуть не под кустом уже, я извиняюсь за выражение, страхаются. Тоже никто, ничего. Спасибо, благодарю, несмотря на сочную лексику, спасибо за комментарий. Мартыч, я думаю, что здесь вряд ли стоит комментировать подобный звонок, я думаю, что мы могли бы с вами перейти к следующему вопросу. Несколько лет назад, насколько я помню из нашей предварительной беседы, вы совершили что-то, что в Латвии вообще для многих, если не для подавляющего большинства, может казаться странным. Вы дали прибежище в своем доме беженцу. Расскажите немножко об этом. Чего уж там много рассказывать. если человек попал в ситуацию, когда он вынужден жить под открытым небом, по-моему, тут не идет речь об беженце или я не знаю, о чем тут надо говорить, чтобы, скажем, принять решение, что человек заслуживает права или возможности по крайней мере жить под кровлей и в человеческих условиях. Это был как раз мой случай, когда я узнал, что есть один такой парень, очень молодой парень из Гавранистана, который попал в такую ситуацию. Я как бы не задумываясь и вся наша семья приняла это решение, что мы готовы дать ему возможность жить по-человечески, что не подразумевало ни в коем образом, что мы его содержали. Это действительно было единственное, что мы дали, мы ему дали крышу над головой. Он сам в себе зарабатывал на все остальное, что ему надо было, в том числе на питание, в том числе он ходил на работу. То бишь, я не нашел ничего такого, скажем, в генеральных линиях, чем он отличался от любого другого человека, который идет по улице напротив. очень многие в латвийском обществе, к сожалению, это то, что объединяет и русскоязычных, и латышей, участвующих в митингах и протестах против беженцев, и так далее. Существует целый ряд моментов, которые, мне кажется, можно было бы коротко описать как расистские, иными словами, это некоторая мифическая борьба раз, или наступление одной раз на другую, и опять мы говорим о состоянии такой постоянной угрозы. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, ваш собственный опыт общения с афганским беженцем, может быть, он мог помочь кому-то другому преодолеть свои страхи? А у вас не было в вашей семье никаких стереотипов или каких-то негативных мнений? То есть, все приняли единогласное решение, что вы поможете человеку, у которого не было кровли над головой? Ну, если бы я сказал, что я, как бы, не на миг не задумался ой, господи, мусульманин в городе или в квартире, я бы немножко соврал. Конечно, мысль была, как же это так будет, но она прошла, ну, я не знаю, за часа четыре, может быть, пять, не более. Причем, эта мысль у меня и у супруги была намного глубже, чем у детей. Дети его приняли просто как человека, что, как бы, ну, естественно. и если бы я сказал, кстати, он, причем, это было не театрально, он не подыгривал, потому что мы довольно тесно общались, живя в одной квартире, он никоим образом не 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 поддерживал все эти вещи, которые нам показывают по телефону, будь то Беслан или будь то Норд-Ост или, ну, любые, любые такого рода вещи. более того, мы очень много от него научились, например, не было недели или даже, скажем так, не было трех дней, когда он не созванивался со своими родителями. Он, и то, что мы видели, это было очень глубокое уважение к своим родителям. И такое же уважение, кстати, он оказывал и к нам, и особенно к моей супруге. Он ее действительно уважал, и меня он уважал, и считает как бы своим, ну, как бы напутственником в Европе, я скажем так, потому что на данный момент он уже не в Латвии, и изначально его цель не была Латвия, его цель была дальше в Европе, он сейчас находится немножко в западной Латвии, так что, скажем, ну, ни одного негативного момента я там никак не могу изыскать из него. Примем еще один звонок. Пожалуйста, добрый день, вы в эфире, прошу вас. Да, добрый день, вы знаете, спасибо, что вы подняли этот вопрос, и на самом деле вот у меня, например, такое отношение, что если семья создана двумя людьми, честными, трудолюбивыми, вот, если они хотят родить детей, неважно, это мужчина и мужчина, женщина или женщина, или мужчина и женщина, в Латвии, в Риге даже, я вот просто случайно узнал, сто тысяч семей, без отцов живут дети, это значит, сто тысяч женщин просто уже официально разочарованы мужчинам, да, и поэтому я вот, лично, мое мнение такое, что, кстати, вот тем, кто верующий или неверующий, там, тоже я слышал вот эти вопросы, никто не задается вопросом, что вот сейчас будет 9 мая, все будут праздновать День Победы, а нацисты, и также в советское время настолько унижали сексуальное меньшинство, и настолько их мучили, этих людей, что никто не задается этим вопросом, это только потому, что они не так любят, как, скажем, те, кто их мучил, я бы так сказал тоже, это лично мое мнение, поэтому я считаю, что унижение, вот, нахождение людей, которые не такие, как мы, там, ну, не знаю, как другие, там, есть люди просто, которые ненавидят за то, что у него собака или кошка, и никто на это не обращает внимания, но вот, заметьте, сто тысяч семей, которые женщины воспитывают одни, спасибо большое, соответственно, сто тысяч детей вырастут без отцов, там, например, и если, вот, допустим, семья, которая, честно, опять же, я повторюсь, работает и будет воспитывать детей и воспитает их в таком же духе, тем более, что те, кто, многие сексуальных меньшинств, они работают и платят налоги, поэтому я считаю, что вы правильно подняли вопрос. Благодарю вас. Ну, в общем, спасибо. Я считаю, что те, кто борется за свои вот такие права, они молодцы. Спасибо большое. Благодарю. Вот еще одно мнение, скажем, радикально другого характера, но на самом деле надо упомянуть, что, да, в период нацистского режима с 1933 по 1945 год в концентрационных лагерях были представители сексуальных меньшинств, естественно, они были криминализированы и в советский период, и находились также и в тюрьмах. Мартинч, я думаю, что в нашем распоряжении осталось немного времени. Давайте попробуем поговорить о том, хорошо, где корни ксенофобии в латвийском обществе. Мы не уникальны, ксенофобия есть везде, в то же самое время банализировать это тоже неправильно. В латвийском обществе есть целый ряд серьезных проблем отношения к другому. Где корни? Если я могу, может быть, наш слушатель... Да, конечно, вы можете прокомментировать звонок. Он актуализировал вопрос про 9 мая, грядущее. И, скажем, конечно же, все вещи в нашем мире зависят от того, как мы на них смотрим. И 9 мая, может, даже как раз в Латвии или в постсоветском пространстве очень неплохой пример, скажем, как я смотрю на эту вещь. И, кстати, я не изобретатель этого. Это, скажем, в западный мир принес такой физик, ядерный физик, как Нил Бор, лавриат Нобелевской премии в начале прошлого века. И он открыл такую вещь, как теорию комплементарности. И после уже открытия ее и получения Нобелевской премии, он понял, что 2,5 тысячи лет назад китайцы и японцы это уже знали и использовали. И речь как раз о том, что есть великие правды, которые существуют, и великой правдой является только та правда, противоположенной мнением, которой тоже является великая правда. И если мы это переносим на латвийский случай и случай с 9 маем, то по моему убеждению тут мы говорим как раз о великой правде. С одной стороны, 9, ну, будь то 8 или 9, это вопрос одного часа, 9 мая кончилась Вторая мировая война. Она принесла мир более-менее всему миру. И это действительно так, и это по-моему очень-очень большое происшествие. С другой стороны, в ту же пору это принесло оккупацию на долгие-долгие годы латвийскому государству. Что опять-таки является другой правдой. Один случай радостный, другой случай очень печальный. Но тем не менее они комплиментарны. они обе эти правды существуют одновременно и они обе заслуживают нашего внимания и уважения, скажем так. Мы не можем смотреть только на одну сторону медали. И мы не можем игнорировать, скажем, если мы говорим, что нас как Латвию, как мою землю, скажем так, оккупировали, что это однозначно плохой день. Я считаю, равно как те, которые очень-очень критикуют, в основном, я думаю, политиков наших, критикуют, это 9 мая, и всю эту вещь, они в то же время говорят, что любой плохой мир лучше любой прекрасной войны. Но они почему-то не соотносят это к 9 мая, который как раз тот случай, когда для латвийского народа наступили не самые лучшие времена, но тем не менее, они были лучше, чем война. Потому что в отличие, скажем, от моего афганского друга, мои дети, и я в том числе, и думаю, что вы, Денис, выросли в мирных условиях, в оккупации, но в мирных условиях. И это немало. Это верно. После 45-го года, 9-го мая, в Европе наступил, пусть и очень хрупкий, но все-таки мир. У нас осталось буквально несколько минут до завершения нашего разговора. Я хотел бы спросить, вы воспитываете, вы отец четырех детей, вы воспитываете своих детей, судя по всему, в культуре либеральной, в культуре, которая принимает разнообразие, религиозное, сексуальное, политическое, культурное. Скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность перенести какие-то ваши основные принципы воспитания на все общество, допустим, мы говорим о гражданском образовании, каковы были бы эти принципы, которые, допустим, могли бы попытаться воспитать в латвийском обществе дух терпимости, культуры, принятия другого, что бы вы посоветовали, что нужно было бы сделать, каковы должны были бы быть принципы, которые нам нужно было бы принять и развить? Давайте я отвечу одним словом вам. Это любовь. Любовь. И если мы говорим про Библию, которая якобы, в которой написано одно или второе или третье вещь, которую те или иные люди находят в ней, то давайте же вспомним, как бы, по крайней мере, в нашей христианской, не в исламской, там другие святые, как бы, а в нашей христианской догме самую центральную фигуру. Это Христос, который очень в большой мере говорил о том, что не надо уж читать эти книги столь дословно и их цитировать, где не попадись, пока ты не можешь осуществить человеческую жизнь, скажем так. Ни одна книга не стоит того, чтобы за ней не увидеть человека. И как бы, мы очень любим, опять-таки, 2000 лет после Христа цитировать книги, но не видеть человека. Мадынч, большое спасибо. Иными словами, вы призываете увидеть за стереотипами, за какими-то групповыми, скажем, принадлежностями или особенностями суть человека. Суть человека — это любовь и тем самым и милосердие. Большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был Мартинч Безас, человек, которому не все равно, что происходит в латвийском обществе. Мартинч, большое спасибо за нашу беседу. Я надеюсь, она не последняя. И должен признаться, это будет некоторая эмоциональная реплика с моей стороны, которую я не часто себе позволяю. Благодаря нашим разговору снова появляется ощущение, что можно верить в то, что человек все-таки способен на прогресс и самосовершенствование. Это очень тяжелый труд облагородить свою собственную душу. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Удачи вам. Благодарю также моего коллегу Евгения Копейна за обеспечение нашего очень горячего эфира. А также большое спасибо всем нашим радиослушателям, которые сегодня принимали участие, выражали свои мнения и тем самым обогатили нашу беседу. На следующей неделе мы встретимся с интересным молодым историком, который в Риге в качестве экскурсовода ищет общее культурное пространство. Спасибо и до свидания. До следующей недели. Вы слушаете Радио Болтком.